Трибуны пусты Фанаты еще не заняли свои места, да и вряд ли сегодня займут Мы не услышим криков шайбу, шайбу, гола, фанатских улюлюканий А все потому, что я видел одну из команд С ней играть абсолютно бесполезно Она и так выиграет с любым разгромным счетом Начнем с того, что все то, что вы сегодня увидите, уникально Ничего подобного не производила ни одна страна в мире Почему я назвал это командой? Да потому что экипаж тут 5 человек И работать они должны невероятно слаженно Но управляют они все-таки машиной И именно от ее характеристик зависит исход поединка на поле боя Вес терминатора 48 тонн Мощность двигателя 1000 лошадиных сил Это то, что знаю я Обо всем остальном мне расскажет главный конструктор проекта Геннадий Федорович Геннадий Федорович, здравствуйте Добрый день И сразу у меня есть первый вопрос Кому вообще пришла идея создать это чудо? Ну, потому что для меня это чудо Идея создания аналогичной машины давно витала у военных И проводились несколько научно-действительных работ Но все попытки создать подобную тип машины были неудачными Последний вариант, который был такой машины Прототип в виде макетного броса создан Это был на Челябинском тракторном заводе И машина имела не 5 членов экипажа, как сегодня, а 7 Машина, которую мы разрабатывали Предназначена для защиты танка От малозаметных противотанковых средств То есть гранатомой чек в окопе Птурна, где-то там в укрытии А эту цель танк рассмотреть в свои приборы не может На этой машине 5 человек И получилось, что у нас сегодня 4 пары глаз Постоянно смотрят за обстановкой боевой на поле боя А что делать? Пятая пара глаз? Пятая пара сидит в своем люке И ведет машину туда, куда прикажет командир Зона применения терминатора невероятно широка Но создан он был в первую очередь для защиты танков От мобильных групп пехоты с гранатометами И легкобронированной техники Не зря его аббревиатура полностью расшифровывается Как боевая машина поддержки танков Здесь стоит всеядный двигатель Я вот прочитал там такую большую брошюру Там написано, что стоит многотопливный двигатель Мощностью 1000 лошадиных сил И гусеницы с задним приводом Двигатель на этой машине стоит Да, тоже серийный двигатель В-92 С-2 разработки ЧТЗ Мощностью в 1000 лошадиных сил А многотопливность определяется тем, что в этот двигатель Может заправляться в баке не только дизельного топлива Но и авиационный керосин Двух видов, которые существуют И бензин низкооктановый Серьезно? Хочешь на заправку подъехал Пистолет в бак Мне, пожалуйста, полный бак Или там на 1000 рублей залейте И поехал дальше Да, пожалуйста А на сколько 1000 рублей хватит дизельного топлива? Нет, давайте так Я так быстро считать не умею Но могу сказать одно Емкость топливных баков у этой машины 1200 литров 1200 литров Сколько я могу на ней проехать? 500 километров От заправки до заправки буквально Причем до хорошую круглую сумму Унификация с Т-90 почти полная Ходовая, двигатель Все стоит от основного боевого танка И в этом есть несомненный плюс Простой солдат в войсках может подойти к Т-90 Отвинтить от него каток И приметить его на БМПТ Или наоборот А чем больше частей подходит друг к другу Тем меньше проблем со снабжением и ремонтом Есть у двигателя терминатора и еще одна особенность Выхлопная система расположена в надгусечном патрубке Что уменьшает нагрев корпуса И заметность для систем инфракрасного наведения Настало время проверить в деле Так ли хороши ходовая и движок Обычно старт гонки дают зеленым флагом Какая-нибудь красивая девушка Или какой-нибудь мужик со стартовым пистолетом Здесь танкодром Поэтому здесь мои правила И я даю старт танковым испытаниям так, как я хочу Начали! Начали! Верующие! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шасси ведет себя прекрасно. Подвеска мягкая и способна поглощать любые неровности, даже бетонную гребенку. При этом экипаж достаточно комфортно чувствует себя внутри. Да и скорость этой 48-тонной махины по пересеченной местности может достигать 45-50 км в час, что очень и очень быстро. Вертикальную стенку высотой 1 метр чудо-машины не замечает совсем и может преодолеть ее сходу. Задние ведущие катки натягивают гусеницу и БМПТ просто вспрыгивает на стену. Дальше начинает работать подвеска, которая гасит удар 48 тонн, а землю – благодаря системе амортизации, представляющую собой независимую подвеску каждого катка. Был у нас для БМПТ еще один тест, на который можно было смотреть, смотреть и еще раз смотреть. Это форсирование водных преград. Помимо основного двигателя на терминаторе стоит дополнительная силовая установка, которая делает эту машину по-настоящему автономной. Здесь, в коровом отсеке машины, на правой надбудочной полке, в забронированном отсеке, находится автономный энергоагрегат. Он представляет себя дизель-генераторную установку мощностью 5 кВт. Впервые на наших российских бронированных машинах появилась эта вещь для того, чтобы машина или танк не тратили свой ресурс двигателя, когда в этом нет необходимости. То есть она стоит на месте, запускается дизель-генератор, он дает ей электричество, работают все приборы, работает система наведения, и только в том случае, если надо переехать с одной точки до другой, запускается уже двигатель, и машина выходит. Да, все вы правильно говорите. Потому что, как правило, когда машина стоит на стоянке, но нужна связь, а связь нужна постоянно, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, вот заводится этот небольшой эгрегат, и он вполне справляется с той задачей, которую надо. То есть работают приборы наблюдения, работает связь. При необходимости даже можно вести стрельбу. Спасибо большое, Геннадий Федорович, вам как главному конструктору этого проекта, за то, что сделали, ну, по мне, очень красивую машину и очень технически интересную. Спасибо вам за то, что вы снимаете этот фильм, и будем надеяться, что мы создадим еще не один шедевр бронетанской техники. А мы перейдем к следующему пункту, это вооружение, и там действительно будет кое-что интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Основным показателем боевой мощи можно считать количество вооружения, которое использует техника. А здесь этого вооружения просто какое-то нечеловеческое количество. И есть специалист, который знает о каждом вот этом вот снарядике, о каждой вот этой пушечке, все абсолютно. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Если говорить о вооружении, то оно здесь представлено практически все. То есть... Еще одна пушка. 30-миллиметровая. 30-миллиметровые автоматические гранатометы, еще один. Это одна из четырех ракет, которые устанавливаются на машине. И дополнительное вооружение, спаренный 7,62-миллиметровый пулемет. Дальше это боекомплект, который используется для этих типов вооружения. Здесь представлена четвертая часть того боекомплекта, тех боеприпасов, которые загружаются в эту машину. Это 30-миллиметровые гранаты осколочного действия. Их загружается в машину 600 штук. А не опасно их вот так вот тут трогать? Я, конечно, не боюсь. Это специальный практический боеприпас, это не боевой боеприпас, который используется в основном для проверки трактов питания. Автоматический гранатомет АГ-17Д. Практически точная копия гранатомета АГ-17, но с небольшими изменениями, которые были внедрены проектировщиками БМПД. Увеличенный ствол уберегает его от перегрева. Ну а самое главное – это приставка «Д», которая означает, что данный гранатомет дистанционный. Он независимо установлен в правой и левой надгусеничной надстройки. Сами операторы находятся внутри терминатора и управляют стрельбой дистанционно с помощью специальных джойстиков и системы прицеливания. Дальше 30-миллиметровые выстрелы с двумя типами снарядов. Вот этот довольно симпатичный красный снаряд – это осколочно-фугасный снаряд. Бронебойный снаряд, он применяется для борьбы с легкобронированной техникой. Ну и что-то уже, если тяжелое, по типу БМП, БТР. Да, это вот такого рода техника, которую, в принципе, этот снаряд достаточно хорошо поражает на дальностях до 2500 метров. 30-миллиметровая пушка – это очень грозное оружие. Темп стрельбы сменный. 8 снарядов за 2 секунды или 22 снаряда за те же 2 секунды. Пробивная способность позволяет поражать БТР, БМП и подобные машины на дистанции до 2500 метров. А если в пушку заряжен осколочно-фугасный снаряд, то дальность возрастает до 4500 метров. И горе тому врагу, который захочет вступить в битву с этой машиной. Но и это не самое мощное оружие. У меня вопрос больше по ракете. Значит, это атака… Это ракета «Атака-Т». Почему именно ее выбрали для установки? Дело в том, что на российских танках традиционно применяются ракеты с лазерным каналом управления. Это комплекс 9К-119. Вот. И, естественно, для нас, для танкистов, было выбрать подобную же систему наведения и для новой боевой машины. То есть вот этот комплекс «Атака-Т», он обеспечивает наведение по лазерному лучу. То есть если штатная ракета, которая применяется на вертолетах типа «Атака», она была радиокомандной, здесь специально сделан лазерно-лучевой канал. От слов к делу. Очень уж хотелось посмотреть, как выходит ракета из контейнера. И я готов был дать старт. Я нахожусь на огневом рубеже, где боевая машина поддержки танков «Терминатор» готова совершить свой первый выстрел. И я дам ей команду. Внимание! Приготовились! Бли! Ох, это было хорошо! Выход ракеты «Атака-Т» из контейнера выглядит как настоящее искусство. Сначала показывается нос ракеты с целью ловителя. Потом сама ракета. Во время вылета у «Атаки-Т» раскрываются специальные крылья лопасти, которые придают ракете вращение для устойчивости и позволяют наводчику корректировать ее полет. Впрочем, на этом перечень вооружения, установленного на «Терминатор», не заканчивается. Напоследок остался еще один раритет. Еще меня заинтересовал, видимо, модернизированный пулемет «Калашникова». Что вот это за блок? Это блок, предназначенный для дистанционного перезаряжения этого пулемета. До этого пулеметы ПКТ-М не имели дистанционного перезаряжения, поскольку устанавливались в обитаемых отделениях танков и других боевых машин. Здесь, поскольку у нас все вооружение имеет дистанционное управление, оно отделено от экипажа, возникла необходимость в случае задержек стрельбы обеспечивать оперативное перезаряжение пулемета. Ну, то есть точно так же, как на пушке? Да, на пушке, на гранатомете. Ну, а ракета, естественно, она вылетела и улетела, и ей перезаряжение уже не требуется. А было бы неплохо, если бы так вот четыре ракеты выпустил, потому-то как раз они волшебным образом, и еще четыре появились. Нет, к сожалению, у нас габариты не позволяют разместить дополнительный габарит. А хотелось бы, да? Хотелось бы, конечно. Чтобы узнать, какой вид оружия терминатора самый мощный и опасный, мы подготовили для него несколько мишеней. Я нахожусь на боевом полигоне и иду только по танковым следам, потому что здесь могут быть неразорвавшиеся снаряды. Там находится огневой рубеж, с которого мы будем вести стрельбу ракетами «Атака-Т» по мишени. Мишень представляет собой три танка, имитирующих танковую колонну. Именно по ним сегодня мы и будем стрелять. Это мишень номер два. Легко бронированная техника. По ней мы будем работать из 30-ти миллиметровой пушки бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Здесь мы видим БМП, по которому работала 30-ти миллиметровая пушка. И вот ее снаряд. Значит, здесь был баллистический наконечник. Здесь мы можем видеть выговорящий трассер. А здесь попадание. Одно из попаданий. Здесь вот можно видеть прям как полностью прошило броню БМП. Попадание в каток. И мое любимое попадание рикошетом. Касание было и было такой мощи, что порвало броню. Третья мишень поразила меня своим видом и появлением. Из ангара на дальнем конце полигона выехал тягач, на который взгромоздились бодрые работники с воздушными шариками. На работу как на праздник, ну а на самом деле шары имитируют живую силу противника. И работать по ним будет АГС-17Д. Здесь были позиции пехоты, которые имитировались вот этими фанерными листами, на которых можно увидеть осколки от гранат. Ну и самое веселое, что мне нравится, это были шарики. Шарики имитировали пехоту. Если шарик целый, значит осколок в него не попал. Если шарик сдувшийся, значит его убили. Больше всего в БМПТ меня поразило то, что можно выразить фразой «У него глаза на затылке». Такой обзорности нет ни у танка, ни у любой другой машины. Экипаж может осматриваться буквально на все 360 градусов. Причем специальные системы дублируют друг друга. В то время как командир осматривает поле боя с башней, другие три пары глаз постоянно смотрят вперед. А механик-водитель готов рвануть с места в любую секунду. Пока «Терминатор» катался по полигону и крушил все подряд, мне стало интересно посмотреть на компоновку этой машины. Вроде знакомое вооружение, но все равно технологии не стоят на месте. Это основное вооружение? Это основное вооружение БМПТ. Две 30-миллиметровых пушки 2А42. Пушки стреляют каждой своим типом боеприпаса. Правая пушка стреляет бронебойными снарядами, левая стреляет осколочно-фугасными. Эти виды боеприпасов мы уже посмотрели. Соотношение общей боекомплекта 850 выстрелов, 250 выстрелов бронебойных в отсеке магазина и 600 выстрелов осколочно-фугасных. Это по требованиям Министерства обороны. Такое соотношение у нас заложено. В этом же качающемся блоке с пушками находится спаренный 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Пулемет имеет боекомплект 2000 выстрелов. Весь боекомплект снаряжен в единую ленту. То есть при стрельбе не требуется перезарядка. На госиспытаниях есть этот боекомплект отстреливался неоднократно единым темпом. То есть вообще без остановки. Чтобы посмотреть, как будет себя вести автомат заряжания и сами пушки. Видимо, пушки чувствовали себя неплохо. Так же, как и пулемет. То, что у меня в руках, это та вещь, без которой мы бы не смогли сейчас посмотреть, как устроен внутри терминатор. Это ключ. Вот он вот так выглядит. Я бы его себе на брелок никогда бы в жизни не повесил, потому что ходить неудобно. Но нам он сейчас будет необходим. Значит, мы открываем здесь. Задрайки. Задрайки. Это называется? Это называется задрайки. Так. Опа. Задрайка номер один. Так. Задрайка номер два. Здесь мы видим как раз подвод боеприпасов к пушкам. К пушкам. И верхняя часть – это подвод боеприпасов к пулеметам. Ага. Весь боекомплект находится внизу, ниже погона башни. И транспортируется наверх, вот на высоту почти два метра. То есть боекомплект защищен максимально? Да. Практически в него попасть невозможно. Для этого надо, значит, преодолеть очень мощную защиту. Это еще одна технология, которая выделяет терминатор из целого ряда боевых машин. Это его защита. Но тут она как раз ближе к танковой. Единственным принципиальным отличием является башня. В отличие от танковой, она вынесена наружу и отделена от экипажа. Терминатор создавался как машина для поддержки танков. А в итоге появился совершенно новый вид техники, который способен самостоятельно вести бой и самостоятельно выполнять задачи, в том числе и в условиях городского боя. Вы можете задаться вопросом, для чего вся съемочная группа толкает старый автобус. Сейчас узнаете. Смотри, какой я сильный! Уважаемые пассажиры, передавайте за проезд. Именно с этих слов начиналось каждое мое путешествие в возрасте 9 лет в одном из таких автобусов. Я их очень сильно не любил, потому что в них очень неприятно пахло и, честно говоря, меня укачивало. И сейчас, чтобы отомстить за все свои детские обиды, этот автобус я выбрал в качестве мишени для боевой машины поддержки танков. Да, не любил я старые автобусы, но это мое личное дело. Автобус идеально покажет нам, как терминатор работает по небронированной технике. Стрелять по нему мы будем двумя типами боеприпасов с дистанцией 500 метров. Этого будет вполне достаточно, чтобы понять, что может натворить эта машина в городских условиях. Мы едем, едем, едем в далекие края. Отвалилась дверь! Стой! Стой! Остановите меня! Я хочу сойти! Стойте! Дверь! Да стой! Теперь пришла пора его пометить. Красота! Мишень готова, сейчас мы будем по ней стрелять. Первая очередь была выпущена в переднюю часть, и это были бронебойные снаряды малым темпом всего 8 штук. Они наделали серьезных дырок в нашем автобусе, но явных разрушений ему не нанесли. Так, чуть-чуть стекла посыпались, и все. Дальше на очереди были осколочно-фугасные снаряды, заднюю часть автобуса малым темпом, тоже 8 штук. Разрушения уже серьезнее. Вылетели почти все стоклы, и салон сильно посекло осколками. Ну и добить мы его хотели красиво, если бы мы знали, чем это все закончится. Скорым темпом 22 осколочно-фугасных снаряда не просто изрешители этого динозавра-автопрома. Они его буквально сожгли. Зато моя мечта сбылась. А наш бесстрашный оператор бежал спасать камеры. Нижний Тагил Прекрасный город, прекрасная природа, отличные люди, но самое главное, здесь можно сделать вот это. Возьмешь, Марк? Марк, возьмешь? Возьмем, возьмем. А, вижу. Возьмем.